Все мы наследники советской эпохи. В любом городе нашей страны, выйдя на улицу, мы обязательно окажемся на проспекте Ленина, а потом свернем на улицу имени скольки-нибудь лет Великого Октября. Можно как угодно относиться к этой эпохе, но одно несомненно. Советский Союз вошел в нашу жизнь буквально на генетическом уже теперь уровне. И вряд ли когда-нибудь это изменится. Красноармейский – почти ровесник Барнаула. В 18 веке здесь уже пролегала госпитальная линия. С начала 20-го – конюшенный переулок. Красноармейским переулком, а потом и проспектом, он стал в начале 30-х годов прошлого века. Мы гуляем по нему в компании Вячеслава Корнева, известного барнаульского кинорежиссера и философа. Да, все мы вышли еще из советской шинели. И хотя Барнаул существует почти три столетия, но это город советский. Вот здесь, где Красноармейский проспект упирается в железнодорожный вокзал, и Барнаул кончается. Здесь в 70-е годы был построен весь этот ансамбль. Кинотеатр «Мир» в 73-м году, дом с часами в 76-м, мемориал победы в 75-м к 30-летию победы. Я был тогда мальчишкой, бегал сюда на вокзал и видел огромные нацепи, где за ними начиналось строительство. Если продвинуться вниз по Красноармейскому, мы попадаем еще и вглубь истории. И окажемся в 20-м, 19-м и даже 18-м веке. Вот здесь в 18-м и даже отчасти в 19-м веке еще шумели леса и дубравы. Здесь был такой предел Барнаула. Охотничьи заимки здесь располагались. И вот как раз здесь, на месте администрации Железнодорожного района, когда-то была заимка голландского купца, фамилии уже его никто не помнит. А потом филиал, наверное, Барнаульский, фирмы «Рога и копыта» здесь заготавливались, продавались шкуры. Сергей Федорович Ужакин рассказывал, что вот когда-то здесь уже в 50-е годы нашли, вырыли при строительстве целый клад этих шкур и черепов. Для самого Вячеслава Красноармейский это часть его детства. Вот это мой родной дом, Красноармейский 101. Это был дом-близнец вот такой же общаги четырехэтажной, абсолютно так же выглядел. Мои окна выходили вот туда немножечко, во двор, с торца этого здания. Дальше все, до вокзала был частный сектор, вот с этой, с левой стороны, домишки одноэтажные. Там, кстати говоря, во дворе, в пустыре нашего дома рос настоящий дикий лук и разные редкие цветы. Дальше был хлебный магазин, рогалики за пять копеек, свежие, привезенные этой фурой. Мы бегали, как раз можно было нарывать лука, поесть с хлебом свежим, горячим, сходить в кинотеатр, вот здесь премьера. Неудивительно, что одно из главных детиш Корнева, фестиваль авторского кино «Кинолегбез», также долгое время проходил здесь, в кинотеатре «Премьера». Местные дворы до сих пор хранят своеобразное эхо фестиваля, граффити, выполненные участниками фестиваля. Это так называемая «Тихая галерея», где целый коллектив художников разнообразных нарисовал. По-моему, три года назад это была картина к юбилею, кстати говоря, в том числе и Пушкина. Это Пушкин на Черной речке, дуэль, ученый кот по цепи ходит. Бывший кинотеатр «Первомайский», «Баваринский дом», «Гимназия Буткевич». Если внимательно присмотреться, то за фасадом новостройки рекламы проступает поистине обширная история красноармейского. Кстати, о масштабах. Это единственный в городе проспект, на всем протяжении которого ходит трамвай. Сейчас мы проезжаем мимо японского дома, так называемого, который строили военнопленные японские. Но это единственное здание, может быть, 50-х годов, которое в этой части города еще осталось вживую. Теперь здесь какое-то бюро. Раньше чего только не было. Все всякие были объекты культуры. Это как возвращение к истокам. Мы спускаемся к реке, давшей имя городу, и выходим на знаменитую Демидовскую площадь. Вот он, тот самый уголок Петербурга. И тот самый столб, так похожий на памятник перед Академией художеств Петербурга. Ветер перемен пощадил этот комплекс и оставил его таким, каким он был изначально. Правда, в 1921 году это было названо площадью революции. В честь этого надеваю буденовку. Только в 1992 году ей было возвращено это историческое название Демидовской площади. Но я призываю не забывать историю революционную, советскую. Вот побывав в Питере, я понял, скажем, что многие музейные ансамбли, они восстановлены с нуля после бомбежек тех же самых варварских. И поэтому это скорее памятники советской власти. И поэтому многое из того, что мы видели сегодня и увидим, это тоже памятники советской власти, которая это бережно охраняла, восстанавливала и строила те же дворцы культуры и сохраняла памятники старины. На этом мы заканчиваем наше небольшое путешествие. А в следующий раз мы прогуляемся с вами по улице Никитина. Илья Кочетков, Александр Морозов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова